Всем привет, с вами снова я, Энтони Лайд, очередное видео в канале, и да, я надеюсь вам чуть не надоел этот фон, потому что в ближайшем видео я его поменяю, потому что завтра я снимаю видео со своим братом, так что готовьтесь, будет очень весело. И сегодня я решил снять видео, которое будет называться «Мало кто знает обо мне что». Это был один из моих не так давнейших, давнейших, один из моих последних вопросов на АСКЕ. Мне он понравился настолько сильно, что я решил снять отдельное видео по этому поводу, потому что я решил, что как-то и так это будет интересно. Поэтому да, сегодня я расскажу вам некоторые вещи о себе, которые мало кто обо мне знает. Я надеюсь, вам это будет интересно, поэтому давайте начнем. Я пытаюсь закинуть ногу на себя, потому что мне неудобно сидеть. И еще сегодня я копирую стерилия, надеваю всякие балахоны и вот сижу в общем. Да. Мода. Первая вещь, которую мало кто обо мне знает, это то, что я не тупой. Да, ребята, многие думают, что я глупый. Многие думают, что я действительно туповат, потому что я очень часто шучу. Я очень часто, не воспринимая некоторые вещи всерьез, я очень часто шучу о тех вещах, которые... Ну, нельзя к этим вещам относиться с юмором. То есть, честно, я не люблю... Небольшой офф-топ. Я не люблю людей с добрым чувством юмора. Вот серьезно. Юмор должен быть смешным, даже иногда жестоким. Вот такой юмор я люблю. Вы, наверное, не подумаете об этом, но все же. И знаете, иногда к некоторым вещам я отношусь недостаточно серьезно, а люди думают автоматически, что я глупый. На самом деле нет. Я вроде не назову себя самым умным человеком на этой земле, но в то же время я сдаю хорошие экзамены. Я уже на втором... На втором же курсе университета. Меня все еще не выгнали из университета, поэтому я вроде как могу показать, что у меня есть мозги. Поэтому мне кажется, что люди иногда ошибочно считают, что я глуп. Мало кто знает обо мне, что я первый ребенок у своей мамы, но я второй ребенок у своего папы, потому что у папы есть дочка, она старше меня, и, в общем-то, у нас непрекрасное отношение, поэтому это какой-то очень интересный факт, который вы, наверное, желали просто обо мне узнать. На самом деле нет, кому-то интересно. Но все же, да, это вот как-то вот так вот странно получилось, но мы все общаемся. Кстати, у меня очень хорошее отношение со всеми моими родственниками. Что странно? Потому что, не знаю, я какой-то антисоциальный иногда. Мало кто знает обо мне, что я прав. Всегда. Если я не прав, я заткнусь, и я не буду говорить. Но если я прав, и я знаю, что я прав, но вы думаете, что вы правы, это очень странное предложение получилось, но сейчас послушайте меня просто 10 секунд, я всегда скажу свою точку зрения, если я знаю, ну, 100%, ну, процентов 90, что я прав. Так или иначе, в конце всех вот этих вот событий, которые там произойдут, я окружусь прав. Всегда так было, всегда так есть и всегда так будет. Люди, которые меня не слушают, совершают ошибки. Возможно, это было сейчас немножко самовлюблено... Самовлюбленность с моей стороны. Самовлюбленность. Слово, которое я могу произнести. Спасибо. Но знаете, так чаще всего и бывает, поэтому я не могу поспорить с этим фактом. Мало кто знает, что чистота это мой небольшой, так скажем, фетиш. Я могу это фетиш назвать? Как-то слово фетиш у меня не с чем хорошим не ассоциируется. И не знаю, что плетки, плетки все вот эти вот пожопки. Когда-нибудь наступит время хороших книг. Я ненавижу, когда у меня дома грязно. Вот серьезно. У меня в доме стерильная числота. Я буквально-таки... Сегодня я ездил с друзьями в свою старую школу. И, кстати, ко мне подошли подписчики даже мои, кто с вами сфотографировался. Это было дико странно, но в то же время это было приятно. И перед этим я встал в 8 утра, я убрался, я помыл полы, я прополисосил что-то, я пыль пробрал. Сегодня я сейчас закончу снимать это видео, я пойду помою крыльцо, потому что там как-то грязно, мне это не нравится. То есть, если я вижу в раковине посуду, я ее помою автоматически, просто быстро. Потому что я знаю, что это займет у меня 10-15 минут, если я собираюсь ее вытереть. И мне дико стрёмно, когда где-то грязно. Мне просто хочется просто вот так вот просто потерять это все. Я не могу это. Мне просто спросите у любого моего друга, если мы остаемся у кого-то или что-то делаем, не знаю, там, и как-то остается грязь за течение времени. Я просто начинаю убираться, когда все уже засыпают. Я там пустенько и полы помою, там посудку почищу, там ржавчину оттиру. Это, да, это я просто нужно принять. Мало кто знает обо мне, что у меня когда-то был хомяк. Хомяка я назвал, сейчас, Персик. Хомяка звали Персик, потому что он был маленький, он постоянно как-то скатывался в кружочек, и он был рыжий, такой прям похож на Персик. Теперь мы узнали тайну, почему мы Персики. К сожалению, он прожил у меня всего 3 месяца. С ним была очень связана ужасная история, возможно, когда-нибудь я расскажу вам ее, если вам интересно. Поэтому напишите мне внизу в комментариях, если вам интересно узнать, как и что случилось с моим хомяком, потому что это была действительно очень криповая история. Мало кто знает обо мне, что я не боюсь вообще крови, мяса, всего вот этого. В медицине, знаете, когда там показывают в каких-то сериалах кровь, кишки и все остальное, и далее подобное. Все вот это вот, когда там проделают операции по той же анатомии страсти. Я как-то к этому всему нормально отношусь, то есть я не делаю вот это. Вот этого у меня нет, я просто как-то смотрю, ничего не происходит, не знаю, возможно, я псих. Это непроверенный факт, но просто так получается, что я не боюсь ни вида крови, ни вида мяса, ни вида кишков, ничего. Я этого не боюсь, у меня это не вызывает какого-то омерзения. Но я точно знаю, что я бы не пошел никогда учиться на медицинский. Это вот сто процентов не мое. Мало кто знает, что изначально мой канал должны были вести аж, по-моему, пять блогеров. То есть, с течением, конечно, времени достал мой канал, точнее, когда пришло время выкладывания, выгружания, загрузки первого видео. Я остался один, но изначально этот канал назывался там что-то travel adventure, что-то в этом духе, короче. И я там с пятью ребятами собирался организовывать канал о путешествиях и т.н. и тому подобное. И изначально там должны были только влоги и все остальное. Но, ребята, выбыли, остался только канал Anthony Life. Вот так вот. Это был очень странный факт, который вы наверняка не ожидали в этой как-то... Всплыло то, что не должно было всплывать. Как-как. Шутки про трупы. Отлично. Мало кто знает, что я просто ненавижу, когда меня с кем-то сравнивают. Вот серьезно, меня это просто выводит из себя настолько сильно, что я просто начинаю немножко подистеривать. Нет такого слова, но вы поняли, о чем я говорю. Потому что даже если это какая-то позитивная вещь, то есть вас сравнивают с каким-то блогером. Предположим, меня постоянно сравнивают с Катей Клэпомашиной, у вас знаешь, чего я вообще не понимаю. Но даже иногда меня вот с ними сравнивать в позитивном каком-то ключе, я это просто ненавижу. Я не могу это просто... Это реально дико бесит. Потому что, когда ты пытаешься делать что-то оригинальное, найдется человек, который тебе напишет «Это похоже на Машу Новосад. Ты похож на Машу Новосад. Точка». И я просто думаю, а вот на кой черт я вообще это все делаю, если у Маши Новосад просто вот что-то подобное есть? Вот на кой черт я это делаю? Зачем? Ты стараешься сделать что-то индивидуальное, что-то свое. И как донести до людей, что это ты, что ты никого не копируешь? Мне зачем кого копировать? У меня есть индивидуальность, у меня есть харизма, у меня есть куски обаяния, которые просто где-то валяются в разных частях моего тела. Задницы у меня нет. Поэтому все ушло в бедра. Hey, I got it from my mama. I got it from my mama. Знаете, почему я не люблю, когда меня с кем-то сравнивают? Потому что меня всю жизнь постоянно с кем-то, мать его, сравнивали. Меня просто брали и ставили вот на одну планку с людьми, с которыми я вообще не имел никакого какого-то сходства или с чего-то еще. Меня постоянно сравнивают внешностью с диджей Хардвеллом, которого я вообще ни разу не видел и не слышал. Мы относительно похожи. И знаете, это просто невероятно, дико раздражает, когда тебе говорят, что ты можешь быть лучше, но лучше этого человека тебе все равно не стать, потому что он оригинал, а ты жалкая пародия. Вот в этом духе. И это просто вынос мозга. Поэтому, ребят, когда вы мне пишете, что я похож на Катю Клаб, что я похож на Машу Новосад, в мире грустит один котик или персик. Или я грущу постоянно. Потому что это действительно вот несправедливо и дико обидно. И да, на сегодня у меня все. Если вам понравилось это видео, если да, то я очень думаю рад, напишите мне внизу какой-нибудь комментарий, посвященному вашему, мало кто знает обо мне что. Напишите какой-нибудь маленький факт или маленькую историю или что-нибудь еще. Потому что мне интересно это знать. Это, во-первых. Во-вторых, может кто-то из ваших друзей или близких смотрит мой канал и увидит это и такой... Ммм, дэм. Я знаю какую-то интересную вещь о своем друге или родственнике. И, может, я больше не буду так делать. Уп, тихо, телефон чуть не упал, поэтому... Та-ра-та-ра-та. У-у-у! И да, с вами был я, Энтонио. И главное помните, всегда ставьте веры в себе. Это о чем вам всех хороших начинаний. Я вас очень-очень сильно люблю. Спасибо, что все еще меня смотрите. И увидимся с вами совсем скоро на этом же самом месте. Я надеюсь, видео будут выходить чаще и вы будете их смотреть. И надеюсь, мы будем расти и все будет у нас хорошо. Поэтому, да. Приятного вам дня, ночи или вечера. Утре, не знаю, когда вы будете смотреть это видео. Пока. Хороший щелышок только что был. Вот раз, два, три. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.